всем привет сегодня у нас с вами будет первая косметичка августа как обычно на столе уже стоят базы и тональный крем которым я в данный момент пользуюсь базы вот это уже практически заканчивается это такая светленькая хайлайтер для придания сияния крем-хайлайтер это увлажнение просто увлажняющая такая бесцветная база мы с вами их уже видели это обычная вот такая увлажняющая и дайте так заодно покажу тоже если кто не видел вот такой сияющий крем вкусно очень пахнет вот он довольно быстро заканчивается но если вы любите наносить так поярче вот это у меня красивая такая цветочками внутри от catrice сыворотка я ее использую тоже перед нанесением вас как увлажнение она реально как сыворотка обычного красиво просто сделано тоже такой праймер у меня для лица ну и лореаль крем смотрите уже тут половинки нету хороший крем конечно после на шарлотт тилбери он как-то перекрывает хуже все-таки люксовые тональники они тоже имеют свое преимущество вот такой оттенок это у него оттенок называется light light их по-моему там только четыре что ли в линейке было либо или в подружки просто было четыре вообще их больше я честно говоря не узнавала я выбрала из того что в подружки продавался оттенок более-менее мне подходящий и на этом остановилась кое-что у меня будет повторяться из прошлой косметички я перенесла в эту потому что не хочу менять ничего то есть хочу продолжать пользоваться этими средствами к этому относятся вот такая палетка от golden rose девочки я в нее просто влюбилась серьезно это настолько шикарная палетка я даже не ожидала когда я получила оттенок у нее 1 продаются они в летуаль и много разных вариантов по моему штук шесть вот разных вот этих вот это первое значит здесь есть я так понимаю это два вида румян но я вот этот оттенок такой сатин сатин такой переливающийся красивый я его использую как бронзер а вот это у меня румяна и вы знаете вот сейчас я показываю обычные такие матовые сводчи вы видите но когда на лицо наносишь вот этот оттенок он придает какую-то такую холеность гладкость кожи как будто знаете она как заполирована и блестящая становится может за счет того что вот этот у меня еще крем используем тоже сияние дает и чуть-чуть вот таких румян добавляешь то есть так получается красиво я влюбилась и решила оставить на еще одну косметичку вот эту палеточку невероятную даже не знала что мне так понравится и оставлю еще с прошлого раза будут две палетки от our глаз знаете вот сейчас у перед косметичкой опять покрутила их в руках повертел там что так народ с ума сходит обычные какие-то пластиковые золотые упаковки ничего не тяжелого все знаете такой вот в меру средства ну да запеченная текстура вот это вот может такой какой-то плюс очень плотно запеченная тонко ложится но по факту я бы не не сказал что прямо зайти надо с ума сходить скупать там что-то я как-то к ним вот очень спокойно отношусь к этим палеткам наслоились сочи наслоились ничего особенного господи вот не знаю когда показывают новинки вот от этого бренда там девочки бегут скупать по 11 по 10 тысяч я прям вот не понимаю честное слово этого ажиотажа вот эта палетка больше мне нравится то что тут красивые румяна вот они сейчас какие-то светлые кажутся по факту на лице они довольно ярко выглядят вот эти вот румяна прям вот действительно ярко хотя swatch делаешь как-то незаметно вот это я меньше всего пользуюсь потому что не пойму что этот это не бронзер и румян таки не очень люблю бронзер вот этот нравится им я с удовольствием пользуюсь хайлайтер тоже такой нравится вот такой шампань ну и пудры две я их прям смешиваю каш больше мне нравится белая которая осветляющая но смешать тоже светлый такой получается оттенок вот-то пудра такая палетка так и что еще с прошлой косметички останется вот эта палетка от revolution очень нравится тоже влюбилась офигенные хайлайтера офигенный пользовалась в основном вот этими двумя они такие обычный цвет шампань у них есть запеченные текстуры здесь это вот этот золотой вот эти я использовала как подсветить бронзе оттеночки внизу которые смотрите какие яркие хайлайтер классно у девочки красота в общем палетка обалденная и очень довольна с удовольствием использую оставила еще вот этот хайлайтер от соды скоро будут у меня все три вернее они у меня уже есть я просто вам еще ролик не показала его используют чисто как тени вот этот хайлайтер вот это у меня топпер такой давайте сразу по топпером пройдемся я вам все их покажу какие у меня в этот раз есть вот такой еще у меня очень классный есть бекала этот оттенок называется 02 milky way и это самый крутой тоже спаркл вот из трех этих хайлайтеров девочки он такой скользкий невероятное качество очень рекомендую вам эти хайлайтеры купить в качестве топперов ну или если вы фанат вот таких вот распадающихся на спарклы хайлайтеров то тоже берите я уже сто раз говорила это вот фэнти бьюти аналог просто вот вы смотрите вы не отличите их если их рядом поставить реально отличие нет вот между фэнти бьюти за 4 400 и вот этот бекала так это вот два таких топпер у меня и еще знаете что есть вот такое тоже показывал сто раз но у меня также в качестве теней уже тут даже небольшая ямка образовалась классный классный это с розовиночкой у девочки знаете какая прелесть эти какие вот у меня классные топперы прям прям супер так и еще есть для таких же цели у меня две тенюхи у джеффриста давайте мы сделаем хотя я знаю вы их уже видели 150 раз но я хочу чтоб все сидяло в одном видео и вы это увидели все рядышком как я буду это все делать то есть вот у меня еще вот такой коричневый топпер это джеффри тени это уже не не хайлайтеры никакие так и 2 оттеночек они знаете как будто ли засыхать начали вот эти джеффри и вот такой вот у меня 5 спарков мать как красиво да девочки очень красивые это вот буду я сверху теней то есть такую красоту можно сверху любых теней наносить вот и любой макияж можно украсить вот просто у вас будут даже невзрачные какие-то тени и вы можете превратить любой макияж вечерний красотища да так ну а теперь тени тени у меня в этот раз будут три палетки очень скромные и 2 я не знаю к люкс они относятся нет наташи динона ну они тоже такие какие-то довольно скромные мне сказал что прям какой-то люкс невероятный одна палеточка выглядит вот так вот это по моему мини биба что ли называется да здесь никаких спарклов нет вот один рефил он просто просто вот такой вот шиммер все ничего не сияет не сверкает далее тени совершенно обычные ну вот кто-то с ума сходит от формулы наташи динона и я не знаю что тут прям такого необычного опять-таки нашли люди но вот знаете вот есть как это предпочтение как говорится это вот либо просто дело вкуса либо вот какая-то симпатия бренда присутствует у кого-то вот и они на счету каждом своем посте видео нахваливают наташу динона тоже например а и вот такая палетка которая называется мини ретро там уже поинтереснее там блестяшки хотя бы есть здесь два оттеночка таких поинтереснее вот видите они хотя будут сияют переливаются но тут хотя бы есть смысл эту палетку покупать за счет вот этих вот двух ну не биба это конечно вообще разочарование вот такая палетки такие на каждый день макияжи с ними будут ну такие скромные знаете вот можно не стесняться потому что сейчас знаете такое бывает ощущение если как-то там накрасишься экстравагантно то потом можешь обнаружить что ты одна например в обществе накрашивая такая красивая вокруг никого не с тенями не с помадами и может какое-то такое ощущение появляется что ну ты какая-то не знаю выделяешься короче говоря на общем фоне с такими тенями мне кажется такого не будет никогда ощущения и вот три палетки у меня есть от катрис они из постоянной линейки в этих в этой линейке есть еще палетка матовая палетка земля называется еще пом какая-то вышла но я для себя решил что я докупать их не буду потому что все самые привлекательные для меня оттенки я собрала а именно нейтральная палетка которая называется nude здесь очень хорошее качество теней девочки если вы не брали это бюджетные палетки очень неплохим качеством здесь прям мягкие при мягкие шелковистые в меру сыпучие матовые оттенки и очень неплохие сатины шиммеры этот нейтральная гамма не теплая не холодная и смотрите какая здесь красота видите как блестят и сияют эти сатины прям ну красивый реально сочи и палетки в районе 500 рублей так теперь посмотрим на рыженький рыженький тень я очень люблю как вы знаете это вот и для затемнения здесь и для складки есть оттенки 3 3 таких и сияшки сейчас мы с вами посмотрим очень красивые тени и прям сияют так красиво вот так это мука и последний роуз палеточка она тоже имеет вот такие красивые оттенки вот этот я когда посвотчила прям влюбилась но эти какие-то уже красивые проливашки вот такая красота и еще у меня остается одна такая яркая это вот все знаете у нас такое какое-то приглушенное на каждый день палетки были и одна яркая из них есть вот essence это как для не знаю там для настроения шаловливого какого-то выглядит она вот таким образом бум бум бэби блум называется и вот такие здесь оттенки я не буду глиттер не хочу не пользуюсь сияющий такой розовый красивый знаете какой еще розовый но как набрался девочки смотрите какой много набрала красота да еще здесь есть вот такие симпатичные смотрите какая яркость так так вот такие яркие пестрые оттенки все стенями мы закончили давайте еще досмотрим для лица я вам не все показала как-то заговорилась про тени мы начали с парку смотреть и ну ладно попозже покажу для лица вернее да покажу что там еще осталось то принцип очень мало пудра вот такая будет от faberlic я сейчас ей пользуюсь с довольствием она не сильно осветляет она вот так матирует просто эта пудра она скорее какая-то может быть увлажняющие цвет у нее подходит под кожу его почти не разглядишь вот видите светлая прям светлая просто заматировать слегка она ничего не осветляет румяна вот такие будут бы нашими персиковые румяна как без них то как без персиковых румяна вообще ни одной косметички не обходятся же мои любимые вот и вот такой оттенок прям реально персик немножко даже как в оранжевый переходит вот такой бронзер взяла от essence тоже люблю его запеченная текстура классную он еще и сияет чуть-чуть бронзер от catrice тоже люблю суперский он такой гладкий какой-то весь как сказать девочки он прям вот как кожу выравнивает и оттенок у него не очень рыжий даже сравнивать с эссенс как видите эссенс в рыжинку ходит а это нет более прохладный такой оттенок и палетка румян я думаю какие румяна взять потом нет палетка попалась думаю наверное ее взять потому что тут сразу все есть и я сейчас румяна не очень люблю мне больше бронзеры и хайлайтер нравится румяность так делаю чуть-чуть чтобы не видно было вот такие здесь четыре оттенка я думаю мне хватит плюс еще вот эти у меня есть вот такие все мы с вами переходим для средств к средствам для губ и посмотрим на блески давайте вот такой блеск красивый смотрите он переливается какими такими разводами весь это эссенс вот такой розовенький под холодный макияж мне подходит у него аромат приятный вот такой вот от инфлюенс смотрите тоже красота да какая оттенок 05 инфлюенс красненький от эссенса старичок мой уже но очень аромат приятный смотрите как красиво очень красивый оттенок еще эссенс это новый оттенок 103 называется я покажу потому что еще продажу продается я недавно его купила малиновый под свои летние блузки у меня несколько штук таких ярко-розовых я купила блеск что к ним подходил очень хорошие блески девочки я их прям давно покупаю люблю у меня несколько штук штук 6 нам в коллекции один будет блеск от стеллари оттенок 15 смотрите сколько у нас в этот раз блесков вот такой тоже аромат такой не знаю непонятный но не противный и у меня еще помадки есть одна помадка это вот приехал из египта у нее такой аромат интересный вкусный привкусный в аптеке прямо продаются эти помады револды лук 19 номер очень люблю этот оттенок он мне прям нравится помада классно вот такая мой оттеночный бальзам от эссенс очень люблю девочки хоть и холодно розовый не моё но мне он так нравится он какой-то это он очень жирненький на губах комфортно сидит блеск вот этот стеллари оттенок 03 пользуюсь теперь каждый день потому что у него слетел этот вот ограничитель вот так достается просто и я его стараюсь сейчас каждый день использовать чтобы истратить и ну сами понимаете упаковка уже как бы порождена просто хочу его закончить и все очень красивые здесь эти сияшки вот такой бальзамчик golden rose тоже полупрозрачный красный оттенок он не такой красный вот такой прозрачный это оттенок 05 golden rose тентующий бальзам называется помада вот такая из израиля тоже красивый оттенок и знаете что я вам сейчас хочу еще показать так последняя помада faberlic тоже красивый цвет вот такой я сейчас поближе покажу вам все это но забыла показать вам девочки еще последняя это вот такая собачка и это муссовая какая-то помадка такая можно в качестве румян вот использовать вот такие румяна будут кисточка специальная к ним есть и три вида помадок в этой коллекции три разных собачки у вас будут магнитные собачки сидеть на этой упаковке отдельно кисточка и три вида хотел сначала их все скупить потом они они стоили тысячи триста на озоне потом они стали по две тысячи я передумала не нужны мне эти собачки одной обойдусь ну то есть дорого а мне еще знаете формула не очень понравилась она как-то сушит мне вот это вот вельвет этот и решила не брать еще у меня будет двое румян девочки вот таких вот кремовых румян от артвизаж классные баночки есть стекло внизу оттенки 12 и 14 номер это посветлее такой персик классно вот прям суперский но он немножко мне кажется сейчас на мне светленьким будет казаться и 14 они поярче поярче да более заметный золотинка какая-то в них присутствует видите они как из красного в золото переливается очень красивый оттенок румян как вот из двух цветов состоящий я как увидела сразу влюбилась именно вот в этот вот оттенок в 14 и вот такие вот блески и помадки видите у меня на все случаи на все макияжи есть оттенки красиво красиво получилось вот все девочки вот такая косметичка у меня все мы с вами посмотрели вот сколько всего на этом буду с вами прощаться спасибо вам за внимание за просмотры за ваши лайки youtube сейчас зависает работает не очень хорошо кто через ipm пользуется кто-то смотрит с телефона потому что через телефон планшет еще вроде бы нормально то есть работает через стационарный компьютер смотреть вообще невозможно просто невозможно так что переходите на цен мой канал у меня на яндекс есть канал кто не знает и я там дублирую ролики они даже выходят на 3 часа раньше чем на ютубе обычно я там в 12 опубликовывают а на ютубе в 3 часа у меня ролики выходят то есть на яндексе можно даже раньше посмотреть и там ничего не зависает в отличие от ютуба насчет рутуба не знаю девочки буду ли я туда снимать и буду ли я там регистрироваться я пока ничего не делала вы все понимаете да как мы привыкли к ютубу и душа не лежит ни к чему другому поэтому но если уж как говорится совсем все встанет потому что там оборудование у google как я поняла накрывается его делать некому то выбор у нас не останется нам придется либо идти на дзен либо на рутуб ну куда то короче говоря переходить и что то смотреть потому что да трудно себе представить что мы обратно пойдем и начнем телевизор смотреть ну как то это вообще не в голове пока не укладывается не знаю может быть кто то найдет средства какие то или мозги и все это исправится пока ничего не известно поэтому приходите на дзен подписывайтесь будете там смотреть все если у кого есть желание конечно на этом попрощаюсь с вами до новых встреч вам всего хорошего подготавливайтесь к школе чтобы вы все купили красиво дешево со скидками и с удовольствием пошли учиться в школу новый учебный год не за горами осталось совсем чуть-чуть все девочки спасибо вам за ваше внимание до новых встреч пока пока до новых встреч до новых встреч oke